Московским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении двух рязанцев. Их обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, впоследствии повлекшего смерть потерпевшего. Сотрудники следственного комитета установили, что 3 января 2019 года трое жителей поселка Ворошиловка после совместного распития спиртных напитков направились к своему знакомому для того, чтобы забрать в него деньги и сотовый телефон, который якобы он у одного из них украл. Находясь в квартире потерпевшего, двое молодых людей потребовали от него вернуть принадлежащие им вещи, но они получили ответов на свои вопросы. После этого разговор перерос в драку. Тот спросор не особо ничего не сказал. Они стали носить ему телесные повреждения. Удар начали носить как руками, так и ногами. По различным частям тела, при этом в перерывах задавая те же самые вопросы, связанные с хищением денег. Потерпевший, соответственно, никак не мог на это ответить. Свидетельница, которая была рядом с ним, они ее прогнали. Она вышла в другую соседнюю комнату вместе с хозяйкой и с третьим молодым человеком, который периодически заходил и пытался остановить этих товарищей на носителях повреждений. На следующий день потерпевший был доставлен в областную клиническую больницу, но полученные им травмы оказались весьма серьезными. И 7 января 2019 года мужчина скончался. На следующий день по данному факту было возбуждено уголовное дело. Двое из трех молодых людей были задержаны. Пытаясь избежать уголовной ответственности, обвиняемые в ходе следственных процедур выдвигали различные версии произошедшего, утверждали о своей невиновности и всеми силами пытались запутать следствие. Задержаны двое обвиняемых, которые при первоначальных показаниях дали признательные показания, потом отказались от своих показаний. Долгое время проводилось следственное действие для подтверждения их вины. Проводилось большое количество экспертиз, в том числе в медицинских порядка 6 марта 2020 года. Предварительное следствие было окончено. В настоящий момент следователями собрано достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Задержанным предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса России. Им грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Семен Иванов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Семен Иванов, телекомпания «Город».